А давай так запишем. Скажи, счастлив оказаться в системе, а мы потом подставим что-нибудь. Счастлив оказаться в системе. Ну ладно, нормально. Какой? Металлург Магнитогорск. Привет! Трактор готовит сюрприз болельщикам, но пока подписывает нападающего Михаила Котляревского. И опять всего лишь на год. Следующей весной он снова на рынке. Лада продлевает соглашение с лучшим бомбардиром команды ВХЛ Никитой Анаховским. А главный тренер Тольяттинского клуба сейчас в Новогорске. Молодежная сборная России работает в Новогорске, готовясь к традиционному майскому турниру. Но бывший кубок Черного моря трансформировался. Сначала его из Сочи перенесли в Стамбул, а затем в Минск и превратили в турнир будущего. Кроме наших и белорусов на нем никто не сыграет. Я бы не сказал, что их нужно заставлять. Они тренируются с удовольствием. И, по-моему, они уже достаточно взрослые. Понимать, что это в первую очередь им надо. Потому что им нужно свое мастерство и все умения улучшать для того, чтобы быть конкурентоспособными в КХЛ, в командах КХЛ. И, мне кажется, они довольно сознательно работают, потому что понимают это. Концентрация звезд в российской сборной зашкаливает. Особенно приятно видеть Геннадия Чалова, который уехал в США. Но перед этим его вывели из состава ЛОКа, так как он отказался подписывать контракт. Талантливого защитника это не обозлило. Я понимаю, потому что уходит, как бы, относительно сильный игрок. И, как бы, им хочется всегда золота, медалей. Это, ну, я все прекрасно понимаю. Как бы, только лишь по отношению ко мне, может, это было некрасиво максимум, и все. А так, руководство, ребята, вот самое главное, ребята там хорошие. Ты приехал в сборную. Почему ты решил приехать в сборную? Мог бы и не приехать, что-то, все равно будущее там. Не, сборная, это вуриень, как бы, почему бы и нет. Ты не едешь ни на международный турнир, а на матчи с Белоруссией, да? Ну, я понимаю, да, но почему бы и не съездить? Как бы, все равно хочется пока продлить сезон. Вот, потому что для меня сезон-то закончился еще месяц назад. Как бы, почему бы не поиграть? Здесь ничего такого нет. То есть этот отъезд не рушит твои отношения с Россией, и ты спокойно приехал? Да нет, конечно, нет. На льду Новогорска была двусторонка, причем посмотреть ее полностью не получилось. Дело в том, что на арене так холодно, что простоять там даже в куртке больше 10 минут совсем не получается. Но кто-то выиграл, причем по буллитам. Надо сказать, что хохеисты команды держатся бодрячком. Многие ждут драфта НХЛ. Защитник системы локомотива Дмитрий Семашев, например, собирается ехать на драфт. Ты поедешь туда? Да, блин. Серьезно? Я сначала в Узбекистан за визу приведу. Почему? Дыню купи тогда. Так я плова хотел поесть. Плов и дыни? Да, плов и дыни. Хотите вам привезти? Конечно, конечно. Ты туда привези, удиви их. Так я и так не люблю. Ты тогда поедешь. Ну и потом на тут визу поедешь. И поедешь в Адлушу сидеть там. Это очень тяжелое. Я просто видел наших ребят. Во-первых, чувство разочарования есть, если не выбирают. Ну, конечно. Потом это очень утомительно. Там два с половиной часа идет все. Три с половиной? Три с половиной, да. Три с половиной часа. Ну, посижу еще, не знаю. Борярек собросьбу. Что-то не переживаю. А если не выйдешь в первом раунде, расстроишься? Ну, конечно. Ну, честно, не знаю. Я думаю, с русскими так вот сейчас. И Матвей может не искупаться. И мы можем там в третьем раунде победить вообще все. Поэтому так вот очень трудно что-то предугадать. А вот Чаллы на драфт не поедет. Там прогнозы не совсем благоприятные. Где-то пишут, что его выберут чуть ли не последним в седьмом раунде. Но драфт это шоу. Только у первого номера будут привилегии. А остальным придется работать наравне со всеми. Теперь что ты все-таки сделал ошибку, поехав в Северную Америку? Не, я так не думаю. И вот этот год тебя не переубедил? Вообще нет. Чем лучше? Все, вся игра намного быстрее, вся намного сильнее. Какие интереснее. Потом, вот чисто пример со зрителями. Получается, у нас в регулярном чемпионате на трибунах может собраться тысяча человек. А у нас в Ярославле МХЛ было человек максимум 50, дай бог. А как бы уже уровень. Так что приходите на матчи в Минске. Все-таки можно увидеть звезд будущего. Адмирал подписывает контракт с нападающим Даниэлем Буцаевым. И это соглашение трудно объяснить. Вероятно, в Владивостоке готовятся к смене тренера. Нападающий Андрей Обидин принял квалификационное предложение автомобилиста. И, видимо, скоро подпишет новый контракт. Кирилл Петров же договорился с Акбарсом. У форварда Казанского клуба 30 апреля завершился контракт. И им серьезно интересовались в Минском Динамо и Ладе. Но вмешались семейные обстоятельства. Дети Петрова пошли в школу. Переезжать из Казани было проблематично. И приоритетом для хоккеиста были переговоры с родной командой. Петров всегда был одним из самых высокооплачиваемых игроков в последние годы. У него была приличная зарплата в ЦСКА, в Ангарде. В Акбарсе тоже не жалели денег на местного воспитанника. Но хоккеисту уже 33 года. Его статистика не впечатляла руководство. В сезоне 21-22 вообще все было плохо. 19 очков в 47 матчах. В прошлом сезоне Кирилл немного исправился. Но 15 плюс 11 в 82 встречах не сильно порадовали. Говорят, что оклад Кирилла рухнул в два раза. Но это все равно приличный 25 миллионов за сезон. Плюс бонусы, плюс вознаграждение, если команда выиграет кубок. Наверное, не стоит расстраиваться. Тем более известно, что в Казани не стали бы удерживать игрока в случае, если бы начались торги. Но отлично, что нападающий остается. Ему хорошо знаком стиль клуба. Он знает требования тренерского штаба. Если Кирилл не будет думать, что упал в деньгах, то еще принесет пользу. В высшей хоккейной лиге Тульский АКМ подписывает нападающего Илью Шипова, который только-только выиграл кубок Петрова в составе Хибика. За плечами Ильи выступление в КХЛ, за Динамо, Югру и Спартак. И последнее этой ночью вратарь Флорида Сергей Бобровский сыграл на ноль в полуфинале кубка Стельны против Каролины. И там счет серии 3-0 в пользу Пантер. Вот тебе и интрига. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok